правящий режим. Все время, каждый день занимается тем, что доказывает Западу свою безальтернативность. Если не мы, то будет хуже. Если не мы, то будет хуже. Сегодня, понимаете, европейские структуры тоже запутались в голой терминологии. Они сначала свели все до примитивного геополитического выбора. Причем не только в Молдове, но и везде. Все. Всем предложили быть по одной из сторон баррикады. Если ты по эту сторону баррикады, то ты все равно хороший, даже если ты ужасный. Сукин сын у нас. Свой сукин сын, да. И вот они стали заложниками, по большому счету, этой дурацкой совершенно, идиотской политики, которую они промывируют примерно, начиная с 2013 года примерно. Вот они сегодня пришли к тому, что они не знают, как это оценивать. Вот я обратил внимание, что господин Варейкис, садокладчик ПАСЭ по республике Молдова, говорит, странная вещь, проевропейцы пытаются свергнуть проевропейцев. Знаешь, да? Что это такое? Либо вот есть власть, есть оппозиция. Есть диктатура, которая уже очевидна, по-моему, после решения судов по непризнанию выборов в Кишиневе. И есть какая-то оппозиция. Она разнородная, она разная. И вот зачем вычленять таким образом, что и эти вроде свои, и эти свои, ничего не понятно. Как, что-то вот сильно сложно. Как-то не укладывается вот в эту элементарную черно-белую картину мира. Так, ребята, давайте оценивать их не с точки зрения геополитики. С точки зрения готовности брать под козырек и выполнять любую там самую идиотскую волю, так сказать, коллективного Запада на этом пространстве. Давайте их оценивать по их политическим действиям. Все, все политические партии. По доктринам, по политическим действиям, по политическим программам, по политическим платформам, по политической практике, идеологии. Тут много можно чего говорить. А они их оценивают с точки зрения свой-чужой, свой-чужой. Это такая элементарная система оповещения для тупых ракет, которые должны что-то взорвать.